Вздохнули с облегчением. В конце прошлой недели из инфекционного госпиталя Калининское ЦРБ выписали последнего пациента. Закрытие ковидного отделения стало долгожданным событием как для медицинского персонала, так и для пациентов, которые нуждаются в постоянной плановой помощи. Планируется, что уже в конце этой недели лечебное учреждение начнет работать в привычном доковидном режиме. О том, как все встает на круги своя в Калининской центральной районной клинической больнице и как повлияла пандемия на ее работу, рассказывает наш корреспондент. Еще год назад этот корпус Калининской центральной районной клинической больницы был заполнен пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. Там был развернут инфекционный госпиталь более чем на сотню коек. В минувший четверг из инфекционного госпиталя Калининской ЦРБ был выписан последний выздоровевший. Сейчас в корпусе генеральная уборка. Здесь уже чистая зона. Тут убирается, вывозится, дезинфицируется. И в начале мая будет готова принять 30 апреля под первую пациентку. Главный врач Александр Харченко вспоминает, что приходилось работать в режиме многозадачности, с чем 120 медработников успешно справились. Но сложный 2020 запомнился и приятными моментами. В больнице появился новый томограф. Он продолжает работать, несмотря на закрытие госпиталя. Буквально на днях, рассказывают врачи, обратилась молодая пациентка, у которой более 60% поражения легких. Такие пациенты будут проходить лечение, но уже в других медучреждениях. Молодежь болеет. Да, уже сатурация была очень низкая, 76 без кислорода. Это серьезно? Это очень серьезно. Госпитализировали достаточно быстро. У вас в больнице. Сейчас в регионе осталось примерно 820 коронавирусных коек. От центра амбулаторной помощи все, которые есть, продолжают работу в штатном режиме. В том числе и на базе Калининской ЦРБ. Такая помощь будет оказываться параллельно с плановой. А последнюю ждут и пациенты, и врачи узких направленностей, которые были вынуждены временно поменять специализацию. Во время ковида у нас было на 200 коек. За это время более 3500 пациентов у нас. Наши, конечно, и хирурги на третий этаж. Это у нас целое отделение великолепно, которое занимается эндоскопические, травматологические операции и урологические. Они, конечно же, и мечтают к этому вернуться, потому что пациентов много, которые хотят к нам вернуться. Закрытие госпиталя для персонала – долгожданное событие, о котором будут напоминать высаженные в этот апрельский день деревья белой акации во дворе больницы. Закрывается наконец-то здесь ковидный госпиталь. Начинается плановая помощь, начинается плановая обширная работа поликлиники по диспансеризации, продолжению вакцинации населения. И мы сегодня как раз собрались здесь для того, чтобы приурочить нашу посадку деревьев, наше благоустройство, какой-то минимальной территории именно к закрытию. Сейчас на территории Калининской центральной районной больницы начинаются работы по благоустройству. Планируется отремонтировать подъездные пути, привести в порядок площадки у приемного отделения, а также посадить деревья.